Всем привет! Мы продолжаем следить за тем, как коронавирус влияет на рекламу, на маркетинг и на бренды. Меня зовут Алена Полюхович и сегодня мы рассмотрим с вами, что делают компании со своими устаревшими рекламными компаниями, которые не соответствуют сейчас духу времени, а также посмотрим, как, спрогнозируем точнее, как изменятся рекламные бюджеты в ближайшем будущем. Вот мы с вами можем видеть, это реклама KFC, где изображен парень, который облизывает пальцы после того, как поела курочку. Эта реклама была, ну, долго крутилась, но получила жалобы, около 160, 163 жалобы получила от жителей Великобритании. Они сказали, что это безответственно сейчас такое рекламировать, что вот такое вот облизывание пальцев, оно наоборот влияет на распространение коронавируса, его становится больше и, соответственно, попросили такую рекламу убрать. Что KFC и сделала, она приостановила показы этой рекламы, но сказала, что надеется в ближайшем будущем ее снова вернуть на экраны. Следующий кондитерский бренд Hershey запустил в эфир рекламу, которая сконцентрирована на рукопожатиях, на обнимашках. Таким способом незнакомцы реагировали на подаренные им конфеты. Ну, конечно, сейчас такая реклама совсем не актуальна, поэтому впоследствии ролик заменили кадры с изображением продуктов, сопровождении озвучки и текста. Так представители бренда отреагировали на проблему коронавируса и рекомендации ВОЗ уменьшить контакты с окружающими. Бренд пиво Курс планировал запустить рекламу к чемпионату по баскетболу, но в рекламе было указано, что Курс это официальное пиво для дистанционной работы. Концепция заключалась в том, что сторонники баскетбола во время чемпионата не настроены работать и вообще никак не продуктивны. А так как теперь удаленная работа ассоциируется с карантином из-за коронавируса, бренд решил не запускать ролик и заменил на другой. Британская сеть магазинов натуральной косметики Lush также поменяла вектор офлайн рекламы и она начала зазывать прохожих зайти в их магазин, чтобы помыть руки, при этом ничего не покупая. И я знаю, что магазины Lush даже в Питере, например, сделали то же самое. Ну и конечно же здесь есть как бы такая уловочка, что потенциальный клиент, заходя в ваш магазин, он может стать именно реальным клиентом и сможет купить товар. А в Lush, как мы знаем, невозможно зайти и ничего не купить. Плакаты, которые рекламируют эту инициативу в британских магазинах, они не содержат упоминания о коронавирусе и они предлагают контекстную подсказку общественности, борющейся за чистоту. Зимние месяцы это всегда то время, когда гигиена рук имеет особое значение, потому что не только коронавирус, но и также простая простуда, грипп и кашель, они не дремлют. Но с распространением именно нового вируса, это означает, что это важнее, чем было раньше и важно, чтобы люди всегда мыли руки и следили за этим на протяжении года. Также важно, чтобы люди понимали полную и эффективную процедуру мытья в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения для максимального удаления микробов. Так было сказано в заявлении компании. Ну и новый поиск от Google. В Google брендах теперь запрещено рекламировать события, которые связаны с ключевыми словами, которые так или иначе касаются темы коронавируса. На данный момент нет продвинутых результатов поиска, которые появляются поверх жизненно важных новостных публикаций, которые сообщают информацию о коронавирусе. Сверху теперь будет находиться именно информация о том, как бороться с вирусом и что делать для того, чтобы минимизировать риски заражения. И только потом будет уже идти реклама. Так, в свою очередь Facebook ввел ужесточение мер и будет бороться с фейковой информацией по теме коронавируса. Он будет запрещать рекламу на способ исцеления на тему коронавируса. Социальная сеть ужесточила правила рекламы для борьбы с дезинформацией о вирусе. Запрещены будут объявления, которые гарантируют излечение от коронавируса, а также реклама, которая поможет вам якобы предотвратить заражение. Таким образом, Facebook решил бороться не просто с дезинформацией, а также с паникой, которая существует вокруг этой темы, с наглетанием, страхом. И вот об этом сообщает нам Business Insider. И под запрет попадут объявления, которые имеют отношение к коронавирусу или создают ощущение срочности за счет того, что подразумевают ограниченное предложение или гарантируют исцеление или предотвращение заболевания. Также пояснили, что меры предусмотрены и для других рекламных площадок Facebook, например, Marketplace. В конце января Facebook объявил о том, что будет удалять любую информацию, которая недостоверна, которая связана с коронавирусом или же с конспирологическими теориями вокруг этой темы. В компании пообещали удалять также хэштеги, под которыми недостоверные сведения распространяются о коронавирусе именно в Инстаграме. Так что, если вы пытались что-то сделать такое, хайпануть на этой теме, то лучше сейчас не стоит. Ну, мы уже поняли, что коронавирус никого не оставил в стороне. Кто-то начал информировать своих клиентов с этой темы, вносить свой вклад в борьбу с вирусом. Некоторые решили заработать на этой теме и на панике, кто-то решил просто проигнорировать эту тему, держаться подальше вообще от ее обсуждений. Но есть несколько идей, которые помогут вам, вы можете ее протестировать и, возможно, поможет вам улучшить репутацию или же укрепить лояльность. Вот первый вариант, который нам предлагают, это информирование. Конечно, информирование ваших клиентов о том, как правильно себя вести на улице сейчас, как правильно мыть руки в условиях пандемии. Например, Макдональдс подготовил инфографику для своих соцсетей. Вот здесь ярко написано, чтобы вы соблюдали эти простые рекомендации для своей безопасности. Часто мойте руки с мылом не менее 20 секунд, избегайте тесного контакта с заболевшими людьми, старайтесь не касаться глаз, носа, рта, особенно немытыми руками. Кашляйте, чихайте в платоке или рукав и оставайтесь дома, если вы больны, чтобы не распространять болезнь. Касперский антивирус, известный, рассказал подписчикам о мошенниках, которые используют горячую тему для обмана пользователей. Я выложил такой соответствующий пост в инстаграме, где он говорит о том, как защититься вообще от фишинга. В сети также появилась куча карт, которые показывают распространение вируса по всему миру, поэтому вы можете точно так же делать какие-то такие информационные посты для своих клиентов. Второй вариант это содействие. Конечно, коронавирус нанес значительный ущерб бизнесу и в то же время он как бы и помог онлайн бизнесу, скажем так. Поэтому теперь, когда людям рекомендуют не выходить на улицу, реже бывать в общественных местах и сидеть дома, востребованность доставки, интернета, всяких онлайн курсов, она возросла в разы. Бренды, которые работают в этой индустрии, они стараются облегчить жизнь людей и предлагают им льготные условия сотрудничества. Так, например, сервисы для организации видеозвонков решили помочь бизнесу и простым пользователям поддерживать связь между друг другом в условиях карантина. Среди них Google, Hangouts, Zoom и Teams. Они открыли бесплатный доступ к премиум-функции. А сервисы доставки еды вели услугу без контактной доставки. Заказы вы можете получить без общения с курьером, то есть он просто оставит вам пакет с вашей едой. Также оживились онлайн-сервисы, которые помогают развлекаться, учиться, не выходя из дома. Geekbrains открыли бесплатный доступ к курсам по четырем направлениям. Pornhub предложил итальянцам премиум-подписку. А онлайн-кинотеатры Premier, Oka и Viki на поиск на время карантина открыли доступ к платному контенту. Книжные магазины, пока закрыты библиотеки, радуют читателей бесплатным доступом к литературе. Поэтому и сейчас вообще появилось много возможностей посетить музей в Нью-Йорке бесплатно онлайн, через интернет и так далее. Поэтому если вы можете что-то предложить бесплатно или сделать крутую скидку или акцию в это время, то обязательно это используйте, подумайте об этом, что же вы можете предложить и сделайте это. В Facebook и Mail.ru решили поддержать тоже бизнес и не отстают офлайн-компании. Чтобы люди не боялись ходить по магазинам, бренды проводят специальные акции. Например, Apple Store перестали предлагать примерку часов и наушников. Starbucks в США и Канаде запретил гостям использовать личные кружки. Lush предложил всем посетителям бесплатно вымыть руки. Ну и конечно об этом они делают посты в Инстаграме и в других соцсетях. Samsung запустила дезинфекцию своих смартфонов, а Zara пожертвовала маски и защитные костюмы в китайскую провинцию. Авиакомпании также вошли в положение и предложили пассажирам опции возврата невозвратных билетов. Несмотря на то, что авиакомпании сами очень много потеряют денег в связи с этой ситуацией. Многие бренды рассказали клиентам, какие меры они предпринимают, чтобы сделать посещение общественных мест максимально безопасным. А также бренд переоборудовал, например, косметические линии для выпуска антисептиков. Третий вариант это иногда лучше промолчать. То есть опасность для репутации компании может возникнуть даже тогда, когда вы ее вообще не ожидаете. Например, горячим мемом в сети стало пиво Corona. Corona это уже давно известный бренд, название у него уже давно, никак они не могли предположить, что такое произойдет. Но пользователи в шутку решили, что именно оно вызвало пандемию. И вот сделала такой мемчик, где Corona стоит вот здесь отдельно, а Heinz стоит в маске защитной. Бренд до сих пор никак не реагирует на шумиху. И скорее всего это лучший вариант ничего не делать, чем что-то сделать. Четвертый вариант это удаленка. Конечно, во время пандемии нужно заботиться не только о клиентах, но и о своих сотрудниках. Поэтому многие компании перешли на удаленную работу, среди них Twitter, Google и другие гиганты. На удаленное обучение перешли и школьники вместе со студентами. Некоторые заведения подошли к этой теме нестандартно. Например, преподаватели Донского государственного технического университета провели лекцию в игре Minecraft, транслируя ее через Twitch. Ну, достаточно интересный способ. Ну и конечно можно бороться с фейками. Например, крупные медиа и соцсети включились в борьбу с фейками и оскорбительным контентом на тему коронавируса. Инстаграм удалил все маски, которые связаны с темой вируса. Одноклассники, Яндекс, Инстаграм, ВКонтакте и другие площадки запустили отдельные ленты с проверенными новостями по теме. Шестым вариантом предлагаем сыграть в ассоциации. Внимание к проблеме может сыграть на руку другим тематикам. Например, коронавирус впервые начал распространяться в Китае. К людям азиатской внешности стали относиться с опасением. В Канаде решили изменить ситуацию и запустили креативную кампанию. В ее рамках в людьми местах Торонто раздавали средства дезинфекции для рук. И на них была многозначительная надпись «Остановите распространение», а внизу мелким шрифтом «Расизм». Это очень важная тема сегодня, поэтому почему бы и нет. Конечно, можно хайпануть, можно увеличить свою популярность с помощью коронавируса. Например, Наоми Кэмпбелл показала, как она предпочитает путешествовать в связи с последними новостями. Подросток из Британии создал генератор инструкций по мытью рук с текстом из любимых песен. А графический дизайнер из Словении адаптировал известные логотипы. Например, вот как здесь сделать логотип Starbucks. Вы можете продавать товар в любом случае, потому что, особенно если вы продаете дезинфекторы для рук, мыло, туалетную бумагу, защитные маски. Некоторые недобросовестные бренды постарались убедить потребителей, что могут помочь в лечении коронавируса. Ну, к счастью, за обман, они заплатили репутацией и деньгами. Обманывать на такой теме, конечно же, не стоит. Не нужно входить в крайности. Нужно просто напоминать о мерах безопасности и предложить продукт, который действительно будет полезен. Так, дезинфектор для рук, маска или же мыло. Это действительно полезный продукт. TheBudyshop обратила внимание пользователей на линию мыла для рук. Вот с таким вот интересным постом в инстаграме. Сантилайн рассказала, как с помощью их геля защититься от коронавируса. Можно, в принципе, адаптировать любой другой продукт, но главное не перестараться. То есть мы видим вот эти вот прянички, как бы, они в форме сделаны в маске, как будто бы человечек. Так что забавно выглядит и, в принципе, вызывает даже желание купить. Ну, как вы видите, вариантов использовать инфоповод в бизнесе достаточно. А вот нужно это вам или нет, решать только вам. И только вам нужно проанализировать, как связан ваш бизнес с этой темой и что можно в этом случае сделать. Лучше уж промолчать, если вам действительно нечего сказать, чем просто хайпануть на этой теме и потерять свою репутацию. Ну, а если вам полезна была эта информация или интересна, обязательно делитесь с ней с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на нас в соцсетях, в телеграм-канале, в аудиоподкастах, на ютуб-канале. Также пишите в комментариях, какие интересные случаи вы знаете, интересную рекламу, возможно, креативную. А, возможно, вы сами придумали какую-то рекламную кампанию, креативную акцию, что вы запустили в своем бизнесе в условиях данного карантина. И желаю вам крепкого здоровья, хороших продаж, несмотря ни на что. И до новых встреч!